Продолжение следует... Да, если брать во внимание эту статистику, то прежде чем вообще начать эту акцию или начать это вообще движение, которое мы называем движение против мошенничества, мы провели даже социологический опрос вместе с СКДС-центром. И показало то, что практически 65% латвийского населения в таком или ином виде сталкивались с нечестностью, с мошенничеством, с коррупцией или в делах, которые связаны, допустим, с теневой экономикой. То есть это довольно-таки высокий уровень, который показывает, что мошенничество в нашей стране очень актуальная проблема. А почему? В чем причина? Здесь очень много разных причин. Здесь действительно так же, как и, ну, допустим, нечестная хозяйственная деятельность, когда, обойдя уплату налогов, обойдя даже, делая в ущерб даже жителям здоровья жителей, нечестные предприниматели, ввозя, допустим, в Латвию контрафактные товары, контрабандные товары и так далее. Конечно, беря во внимание экономическая ситуация, когда если у вас на рынке предлагается купить какой-то продукт дешевле, нежели, допустим, оригинальный продукт, то, конечно, вы выбираете в какой-то мере, может быть, даже неоригинальный продукт, контрафактный или контрабандный. Но здесь вы не задумаетесь на тот момент, какой вред может принести косметика, алкоголь, табачные какие-то изделия и так далее. То есть, с одной стороны, конечно, очень актуальный вопрос идет о проблеме, что покупая и поддерживая теневую экономику, поддерживая, покупая контрафактные товары, контрабанду, в госбюджете не уплачиваются налоги. Ну, во-вторых, еще мы как бы сами себя обманываем, сами себя, также свой семейный бюджет, ну и также свое здоровье. И в дальнейшем, конечно, необходимо будет потом финансирование, чтобы, опять же, восстановить ваше здоровье. Поэтому в сотрудничестве с более чем с 20 государственными организациями мы поняли то, что действительно этот вопрос для нашего населения очень актуален. И проблема здесь даже может заключаться не в том, что мы как бы пытаемся напрямую с целью такой приобрести контрафактный товар или контрабанду. Обычно это же бывает связано с тем, что у людей просто-напросто нет информации, как различить контрафактный товар, как различить контрабанду, где больше всего ее находится. И поэтому действительно в этой информативной кампании, в этом движении, в социальном движении, мы пытаемся людям рассказать и дать информацию очень доступным образом, как охранить себя от контрабанды, контрафактов и как не стать мошенниками этого дела. Как часто бывает так, что контрафактная продукция соответствует качеству и, может быть, даже превосходит оригинал? А при этом еще является дешевле, например. То есть что должно мотивировать побуждать покупателя выбирать все-таки не контрафактный товар? Если, допустим, мы только говорим вообще о статистике, что касается вообще контрафактов и подделок в нашей стране, то, опять же, из социологических исследований больше всего люди сталкиваются с тем, что это какие-то аксессуары, сумки, кошельки, какие-то дорогие товары, обувь, косметика, электронные товары тоже. И обычно, как сказать, есть две возможности, где больше всего люди это покупают. Либо это центральные рынки города Риги, города Даугубаса. Больше всего, конечно, по статистике мы видим, что это в больших городах. И второй источник это также является интернет. Потому что в интернете вы видите, когда вы хотите купить какой-то товар, то картинка прекрасная и на картинке оригинал этого продукта. Цена, конечно, не соответствует оригиналу. Вы платите свои деньги, и в результате вам приходит потом контрафактный товар. Хорошо, если он еще дойдет до вас. Потому что на таможне, таможня очень четко ведет борьбу и мониторинг этих товаров, которые особенно поступают из третьих стран, такой как Китай, Азия, Индия. И, конечно, на таможне этот товар могут конфисцировать, чтобы в дальнейшем его уничтожить. И покупатель потеряет деньги. Однозначно, да. Покупатель потеряет и деньги. В результате у него будет как материальное, так и моральное ущерб. И поэтому это действительно очень большой вопрос. И мы на этой домашней страничке действительно собрали со всех учреждений практические советы, как людям действительно не стать мошенниками, как себя охранить от этого действия. И таким образом действительно лучше семь раз отмерить и один раз отрезать, нежели попасться на такие моменты. По-вашему, как можно отличить поделку от оригинала? Вот на своем опыте скажу, что все отличается в каких-то мелочах. Действительно, именно так, что касается мелочей. Поэтому, если мы смотрим на практические советы, то, во-первых, конечно, то, что является самым-самым главным, это качество. Качество, если вы покупаете сумку, обувь или какие-то другие товары, также электронные товары, которые очень часто продаются тоже в интернет-магазинах, то первым делом вам необходимо обратить на качество этого товара. Потому что, скорее всего, будут использованы материалы некачественные, отделка будет также некачественная, ну и само собой, ну и в результате... Конечно, если у вас есть возможность посмотреть этот товар, пощупать его в руках взять... А если это интернет? А в интернете, да. То в интернете вы, скорее всего, ничего не сможете. Вы увидите только картинку с оригиналом, а в результате, может быть, вам придет потом уже и контрафактный товар. Ожидание и реальность, да? Всем известные фотографии. Да, естественно. Потом, конечно, идет вопрос цены. То есть цена на контрафактные и на поделки будет намного-намного меньше. Очень часто дешевый товар позиционируется как товар с какой-то невероятной скидкой только сегодня и только для вас. И не всегда можно понять, что это просто дешевый товар и просто подделка. Действительно. Это очень часто. И даже подельники, махинаторы даже используют всеразличные акции. Допустим, вы покупаете телефон какой-то подделыванный, также и айфоны подделываются, и других марок телефоны, которые в результате потом у вас могут просто-напросто взорваться и сгореть в руках. Такие мошенники предлагают еще дополнительно вам и наушники могут предложить, и дополнительную зарядку и так далее, и тому подобное. То есть вам предлагается за низкую цену купить практически целый комплект с аксессуарами к этому телефону. Ну, конечно, скорее всего, нужно задуматься об этом, потому что цена будет неадекватна для такой покупки. Потом, конечно, нужно обращать внимание на сам бренд товара, потому что обычно мошенники, что делают, они стараются поделать, либо добавить какую-то букву, либо убрать какую-то букву. Ну и в результате вы покупаете в магазине или в интернет-магазине сумочку. Абибас? Или покупаете сумочку Гуччи, а в результате вы купите гусачи какой-нибудь и так далее. Ну и в результате, конечно, тоже выглядит смешно. Потом очень важно также смотреть на упаковку этого товара. В какой упаковке вам предлагается купленный товар. Ну, очень часто, допустим, это идет с солнечной очки, сумки, кошельки и так же. Если, конечно, вам в торговом месте не предлагается какую-то упаковку, ну, скорее всего, стоит задуматься, оригинал, оригинальный ли этот продукт, товар, либо это поделка. Ну, вот мне сразу пришло на ум, у нас существует большое количество различных интернет-ресурсов, сайтов, которые продают также и духи, различные парфюмы, деколон по ценам, которые, ну, действительно просто заставляют задуматься. Если в магазине в обычном флакончик этих духов может стоить 60-70 евро, то могут его продавать за 30. Вот стоит ли насторожиться? Стоит. Однозначно стоит. И дополнительно к этому вопросу еще также Патеретто, это Сайбай Сердзейбис Центр, на своей домашней страничке подготовил целый список интернет-магазинов, в котором очень часто предлагаются поделки, какие-то контрафактные товары. А почему тогда эти сайты, почему эти интернет-ресурсы работают, они всем известны, все их знают, почему они тогда работают? Видите, поэтому Центр по защите прав потребителя, каким образом они могут, они с этим борются, действительно. Во-первых, нужно брать в внимание такой принцип, то есть если вы информированы, значит вы защищены. То есть прежде чем купить какой-то действительно электронный товар либо какую-то дорогую вещь, но стоит действительно обратиться и посмотреть на домашнюю страничку Центра, и является ли, так называемым, в черном списке этот интернет-магазин, или действительно можно покупать спокойно. Очень часто также стоит обратить внимание на комментарии людей, которые покупали предыдущие, когда делали покупки в этом интернет-магазине. Обычно люди всегда оставляют свои комментарии, и если, конечно, там указаны комментарии негативные по поводу деятельности этого интернет-магазина, то опять же стоит задуматься. То есть очень много таких практических советов, которые охранят вас от контрабанды, от мошенничества, и действительно вы, как сказать, сами себя тоже охраните. Но есть и другой вид мошенничества, такое, например, как исправление сроков годности продуктов питания. Как в таком действии действует ПВД? Да, действительно, это также одна из самых больших вопросов, и очень часто это также вопросы, которые связаны в продовольственных магазинах и также, опять же, рынке. Когда вы приходите и вам предлагается, говорят, что овощи выращены в Латвии, но на самом деле они бывают выращены где-то в других странах, и потом, чтобы уже под брендом местного товара вам предложить. Это здесь действительно очень чутко и очень часто работает ПВД, чтобы действительно предохранить и охранить потребителей от покупки этих товаров. И, конечно, если сталкиваются потребители с такими вопросами, то ПВД реагирует на эти вызовы, и, конечно, ведется осмотр, и ведется оценка всего товара. И также дополнительно призывается полиция. Если вдруг это необходима уже дополнительная помощь от службы уже как полиции, то тогда полиция также участвует в проверке таких мест. То есть здесь, во-первых, проблема-то в чем? Мошенники таким образом пытаются заработать, и заработать не только на нашем бюджете, но заработать также на нашем здоровье. Поэтому здесь очень-очень-очень важно, если действительно... Опять же, здесь, что мы по исследованиям поняли, что у нас мы действительно очень толерантны к разному виду мошенничества. Либо это контрафакт, контрабанда, теневая экономика, коррупция, либо это даже какое-то, может быть, происшествие, которое действительно нечестное было и так далее. Но, наверное, это связано вообще с общим уровнем благосостояния латвийских жителей. Здесь, наверное, не только с экономическим состоянием страны, а здесь просто насколько нам, как обществу, важен этот вопрос. Мы просто проходим мимо таких вопросов и не особо пытаемся даже обращаться в государственные службы по этим вопросам. Ну, пришли в магазин или на рынок, купили какой-то некачественный продукт, посмотрели, ну и выкинули просто-напросто. Ну что мы там пойдем ради двух-трех евро кому-то что-то сообщать и что-то делать? Это неправильно. Нужно, наоборот, действительно, если мы сталкиваемся с таким действием, также, опять же, на домашней страничке открапиес.лв собраны все службы, государственные службы, которые борются с мошенничеством, и люди могут очень просто прийти, обратиться в эти службы. Там собраны все контактные информации, имейлы, телефоны. И действительно здесь очень важно, чтобы мы, как, ну так называемый, пилсониска сабиадриба, чтобы гражданское общество, действительно, чтобы мы были небезразличны, ответственны, да. И цель этой компании действительно толерантность, как можно снижать по отношению к мошенничеству. Может быть, еще какие-то такие практические советы, как себя обезопасить, вот какие документы может потребовать у продавца потребитель, покупатель, покупая, если у него возникло подозрение на то, что это контрафакт? Ну, в любом случае, если, допустим, мы говорим о местах, которые, ну, торговые центры, там, базары и так далее, и тому подобное, то мы действительно можем упросить, во-первых, это накладные, ну, откуда привезен этот товар и что, откуда он вообще доставлен. То есть, если в больших объемах это производится, покупка. Но многие спортивные бренды официально заводы имеют в том же Китае. Имеют, да, но в любом случае, здесь не идет речь о том, что из Китая доставлен в Латвию, допустим, неоригинальный, то есть оригинальный продукт. Здесь речь идет о том, что именно в Китае или в какой-то другой стране именно подделывается оригинальный продукт. И вы уже тогда покупаете, вы думали, что купите какой-то дорогой бренд, но в результате вы тратите деньги просто вообще на подделку. И, во-первых, если... То есть Китай не равно подделка, это тоже важно. Здесь, да, здесь действительно не нужно эти страны поставить на одну полку и сказать, что все, что производится в Китае или в странах Азии, что это уже однозначно будет контрафактный товар. Здесь производитель выбирает по экономическим уже, экономическим факторам, где ему производить, да, свои товары. И поэтому действительно в любом случае то, что необходимо смотреть, это в первом случае, ну, конечно, это качество. И потом уже второй вопрос идет уже цены этого товара. Сколько примерно госказнания получает из-за контрабанды? Ну, если мы берем... У нас статистика есть по... Если мы говорим по теневой экономике, это приблизительно где-то вообще общая. Вообще теневая экономика, в которую входит также и контрабанда, и контрафакт, незаконная хозяйственная деятельность, то приблизительно это около 20%, если мы берем весь рынок. Если мы берем только, конечно, контрафакт, то контрафакт приблизительно составляет ущерб по государственному бюджету где-то около 140 миллионов евро в год, и приблизительно 15% от этого рынка. И если мы... Мы также провели статистику, то есть это приблизительно так же где-то, если мы сравниваем 2,5 тысячи рабочих мест на латвийском рынке. То есть в результате поддержки контрафактов, контрабандов также и получается ущерб идет и рабочих мест. А если мы берем вообще во внимание весь Европейский Союз, что во всем Европейском Союзе, то ущерб на рынке доходит даже до 48 миллиардов евро. То есть это цифры, которые говорят сами о себе, что действительно очень большой ущерб наносится как государственным бюджетом, так же и уже потом семейным бюджетом, если в результате покупки какой-то обуви вы сломали ногу или вывихнули ногу, вы не сможете предоставить свою... Свою... Ну... Судзейбо... Жалобу. Жалобу, не сможете свою жалобу подать производителю, потому что, скорее всего, когда вы купите, очень часто в чем что является проблема такая, что интернет-магазины, они очень часто перерегистрируются где-то в других местах, и потом уже вам дозвониться и связаться с ними просто-напросто невозможно. Примем телефонный звонок. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер. Молодой человек, какой вы молодцы. Спасибо, что у нас такие, как говорится, люди молодые, активные и так далее. Но я со своей стороны. Я считаю, что люди, которые обеспечены, они будут идти в бутики, покупать брендовые вещи. Их эти вопросы, как говорится, не касаются. Нас, бедных потребителей, довели до такого состояния, что мы, естественно, мы в бутики не бегаем, мы хотим выживать как-то, и хочется какую-то бестелушечку там, блестященькую. Но это все по сути, как говорится. Когда у нас будет благосостояние нормальное у людей, и мы будем ходить и покупать нормальные вещи, тем более у нас 100% дороже, чем съездить за границу, та же самая, ну это мелочи. Второе. Гражданская ответственность. Когда наше государство, наши правители будут рационально, правильно расходовать наши налоги, вкладывать то, что надо, и как за свою карман это бороться, вот тогда мы будем гражданско-ответственные, и будем, как говорится, ну, годы дил, он поталок. Полбертьем. Спасибо. Да, действительно, ну что к этому добавить? Здесь нужно сказать... Как бы по-человечески, ведь позиция абсолютно понятная, абсолютно ясна. Люди состоятельные идут действительно в бутик. И никто не гарантирует, что там не будет поделки. А если человек идет на базар, на рынок, то, соответственно, навряд ли он, зачем пришел, будет потом заявлять куда-то. Здесь, с одной стороны, действительно, придя в бутик и придя в дорогой магазин, это еще не факт то, что вы купите оригинальный товар, если, допустим, там будут какие-то цены, просто неадекватные, да. А с другой стороны, конечно, на рынке можно и купить тоже качественные товары, но не нужно на рынке приходить и покупать какие-то дорогие брендовые товары. Можно купить более уже, ну, попроще что-то. И так же будет, как вот телезритель звонил, какая-то безделушечка, которая будет светиться и так далее. То есть это тоже, ну, нужно, как сказать, смотреть. Здесь самое важное, чтобы мы просто-напросто сами себя не обманывали. Речь идет, какое качество мы покупаем, насколько мы, как сказать... Конечно, если вам нравится носить дорогую сумочку, действительно, очень дорогую сумочку, и с этой сумочкой, извините, ехать в маршрутном такси, ну, скорее всего, это немножко даже комично выглядит. Здесь идет, нужно подумать о своей какой-то, также, наверное, репутации, да. А то, что касается гражданской ответственности, гражданского общества, ну, когда придет эта точка отсчета, с которой, ну, мы скажем, ну, да, но сейчас мы начнем воспитывать более гражданское общество. И когда же, ну, когда мы это начнем, если мы не сами, не сейчас, в своем государстве будем действительно стараться, чтобы, как нам самим, так же нашим детям и нашим родителям, жилось лучше, и мы жили более в честном государстве, и действительно более благополучном. Ну, и напоследок, очень коротко, русская версия компании «Аткропес». Как там можно привести? Да, очень долго мы думали и перевели это, как «отжулись». Ну, люди жулятся, ну, и здесь действительно отжулись, как бы. Ну, и еще хочу сказать то, что, если вы и заметили, то в 2017-го года самая стильная маечка, оригинальная маечка, действительно, с брендом этого движения «Аткропес». Первый раз вообще эти маечки были представлены на «Рига Фэшн Вик» в Латвии в этом году, и действительно популярность все больше растет и растет. И жители Латвии могут действительно зайти на домашние странички Facebook и других социальных сетей Министерства финансов, участвовать в конкурсе, и могут выиграть также такую маечку. Я, со своей стороны, хотел бы также вам подарить, чтобы... Даже без конкурса, да? Ну, как сказать, вы будете участвовать в этом движении, также будете, ну, как весныши этого... Послы. Послы этого движения. Доброй воле, спасибо вам. Пожалуйста. Спасибо большое. Ну что же, благодарим вас за беседу, вот на такой вот позитивной ноте. Закончим наше интервью нашим телезрителям. Напомним, что у нас сегодня в студии был представитель одного из инициаторов акции «Аткропес ЛВ» Министерства финансов Алексис Ероцкис.